Привет, друзья! Хотела сегодняшний выпуск посвятить хронологии, которая предшествовала всему тому, что происходит в стране, обсудить, как же так произошло, что Украину застали врасплох, и почему наша власть не знала и не верила, что война начнется. И мы не готовы были до этого. Но решила пока подождать выступления Зеленского перед депутатами Палаты общин. Но есть еще очень один важный вопрос, который является маркером выгодополучателей войны, и самое ужасное, что Украину, кроме войны, может ожидать гол. Если хочешь быть теми, не забудь подписаться и не пропускай новые выпуски. И не забывайте следовать инструкции, чтобы обойти запрет на просмотр канала Анатолия Ширя. И помните, друзья, только мы можем помочь друг другу. Пока все радуются, что очередная Кока-Кола выходит с рынка Российской Федерации и предвещает уже к апрелю дефолт в России, война в Украине не оставила без следа мировые рынки и ставит мировую экономику на грань глобального кризиса, не говоря уже о своей. Рекордно растут цены на нефть, газ, продовольствие и прочее сырье. Цены на газ в Европе ускорили свой рост до исторического максимума – 3,6 долларов за 1 тысячу кубических метров. Алюминий – это еще один важный экспортный товар России. На лондонской бирже металл впервые в истории поднялся до 4 тысяч долларов за тонн. Дорожает также один из основных украинских экспортных товаров – железная руда – почти до 129 долларов за тонн. Кто-то из украинских олигархов, как вы понимаете, снова в прибыли. Как все вовремя происходит. Для кого-то война, а для кого-то и мать родна. Зеленский, помните, призвал олигархов сесть за стол, помирился, ну и, видимо, дал зеленый свет заодно. Цены на нефть установили новый рекорд – почти 140 долларов за баррель. Это еще не предел. Цена может взлететь и до 200 и выше. Такого не помнится со времен кризиса 2008 года. А Зеленский призвал к новым санкциям против Российской Федерации, бойкоту российского экспорта и, в частности, отказа от нефти и нефтепродуктов, бойкот импорт. Наши тези в разговорах с партнерами абсолютно логичны. Вони справедливі, чесні. Если вторгнение продолжается и Россия не отмолилась от своих планов против Украины, значит, потребен новый санкционный пакет. Новые санкции, новые санкционные кроки против войны за ради мира. Бойкот российского экспорта. В частности, отмолка от нафты и нафтопродуктов с Россией. Это можно называть эмбарго. Причем, заметьте, интересный нюанс. И сразу идею поддержала США и ЕС. Хотя с ЕС не так все просто, и об этом чуть позже, а вот по США очень интересно. Эмбарго на энергоресурсы остается ядерным ударом от Запада. Ежедневно Российская Федерация поставляет около 3 млн баррелей нефти на рынок ЕС и США. И в целом энергоресурсы – это около половины удельного веса русского экспорта. Расчет, видимо, идет на то, что эмбарго на энергоресурсы с Российской Федерацией нанесет такой сильный удар по экономике Рашки, что уже даже самые преданные элиты Путину начнут задавать вопросы, а как же он собирается оплатить армии и гасить голодные бунты. Кто-то эту же идею подбросил нашему президенту. И этот кто-то – Америка. США уже намерены запретить импорт российской нефти, как пишет Блумберг, и обсуждают это с европейскими партнерами. Об этом заявляет Блинкен. Байден даже готов рассмотреть возможность ослабления санкций против Венесуэл. Это делается для того, чтобы она могла начать добывать больше нефти и продавать ее на международном рынке. Конечно же, этот шаг направлен на удар по России, но не во спасение Украины, а получение сверхприбыли для Штата. Сильнейший рост ценных энергоносителей косвенно выгодны и США, и Российской Федерации. Убираешь Россию из цепочки, и все деньги перетекают в одну казну. Но пока не ясно, правда, как пойдет с Венесуэлы, потому что президент Николас Мадуро считал, что в украинском конфликте виноваты страны НАТО, и они должны заняться деэскалацией. Также, по его мнению, введенные против России санкции могут только усугубить ситуацию. В том числе, в США обсуждают компромиссы и с Ираном. Идею санкций подхватила Япония и Южная Корея. ЕС, я как и говорила выше, больше колеблются, особенно насчет запрета газа, хотя, например, Даня уже отказалась от русского. Канцлер Германии Олаф Шольд заявил, что энергетические потребности ЕС не могут быть обеспечены без российского импорта, поэтому его не планируют приостанавливать. Министр финансов ФРГ Кристиан Линдлер выступил против эмбарго на закупку российской нефти, угля и газа. Венгрия тоже не поддерживает включение энергетического сектора в антироссийские санкции ЕС. С той стороны заявили, что найти альтернативу российским энергоресурсам будет крайне непросто, и предупредили о возможных перебоях с энергией следующей зимой, друзья. Болгария может запросить исключение в случае введения новых возможных санкций Евросоюза против импорта нефти и газа из России из-за серьезной зависимости страны от поставок из Российской Федерации. Все прекрасно понимают, что цены на бензин вырастут, а с газом вообще будет проблема в Европейском Союзе. Так министр экономики Франции Брюно Лемер уже заявил, что жителям Франции следует постараться снизить расходы энергии, говоря о необходимости разумнее расходовать энергию в условиях роста цен на нее. Евро резко вырос, а доллар стабилизировался, об этом я уже говорила в прошлом выпуске, пожалуйста, не пропускайте, посмотрите его. Зеленский говорит о санкциях, но при этом Газпром продолжает штатную подачу газа для транзита в Европу через Украину. И вот здесь, конечно же, большой вопрос к власти, с одной стороны, почему не перекрывает кислород, но с другой стороны, позволит ли это Европа, ведь реально 30% рынка Европы составляет именно поставка через Украину российского газа. Так что тут кричи, не кричи, а Россия из-за роста цен на газе в Европе продолжит получать сверхдоходы. Как, собственно говоря, и на нефти, цена на которую сейчас тоже бьет рекорды. Еще относительно санкций против России и внутренним давлением. Основная масса россиян, сейчас мы говорим не о мегаполисах, конечно же, живет от зарплаты до зарплаты. Многие из них дальше своего города, в принципе, никогда не выезжали, да и айфон в руках не держали. Соответственно, санкции на них отразятся так себе. Но могут за деньги, мотивированные телевизором, пойти пушечным мясом в ту же Украину, мстить Западу. К тому же Китай и, скорее всего, Турция всегда могут помочь Российской Федерации и гаджетами, и продуктами, и переработкой, и финансами на своих условиях, конечно же. Китай конкретно заявил Западу о продолжении сотрудничества с Россией, несмотря на санкции. Об этом я тоже говорил в прошлом блоге. Кстати, небольшое отступление. США в ответ Китаю заявили, что если ими не будут поддержаны санкции, то со стороны Штатов начнутся решительные шаги. Это уже звучит даже не как предупреждение, а как угрозы, согласитесь. Ну и теперь, друзья, о самом главном. Безумный рост цен на энергоресурсы приведет к безумному росту цен в принципе. И мы с вами уже в этом году в Украине с этим столкнулись. А сейчас, во время войны, это вообще большой кризис для Украины. В случае затяжной войны, где не будет найден компромисс, у нас пассивная не начнется, а срыв пассивной будет означать голод. Под вопросом не только текущий экспорт, но и будущий урожай. Если один пшеница хотя бы посеяна, то что будет с площадями, которые готовились под кукурузу или под солнечник? И удастся ли провести полевые работы в положенное время? Вопрос открытый. В мире к лету будет кризис продовольствия, и цена взлетит до небес, потому что Россия под санкциями, а Украина в войне. К примеру, цены на еду от пшеницы и кукурузы до сахара и мяса растут еще с 2020 года. Сначала из-за пандемии, потом постковидный рост цен, а в этом году котировки гонят вверх политикам. Даже на фоне заявления о вторжении России зерно уже начало дорожать. Ценники на пшеницу уже вышли на максимум за последних 14 лет, от 375 долларов за тонн. Россия и Украина являются крупными производителями пшеницы, на долю которых приходится около 30% мирового экспорта. Понятно, да? И если России еще хоть как-то удастся организовать продажи, то в Украине это очень и очень большая проблема. Многие покупатели уже приориентируются на другие источники поставок. Вот скажем, Египет будет приобретать казахскую пшеницу. Ну а вы помните, кто стал миротворцем в Казахстане не так давно. Дорожает кукуруза. Патовая ситуация с подсолнечным маслом. Я напомню, что Украина является его экспортом номер один в мире. В ряде стран ЕС и в Турции ажиотаж вокруг подсолнечного масла. Поставки остановились из-за войны в нашей стране. В Турции даже происходят драки. Кроме того, друзья, большой вопрос и по удобрениям. Попавшие под санкции России и Беларусь являются крупнейшими в мире поставщиками калийных удобрений. А цена на азотные удобрения сильно зависит от цены газа. Вот такая вот патовая ситуация. Поэтому с удобрениями также может быть кризис, связанный как со сбоем поставок, так и с ростом цены. А теперь самое время, друзья, наконец-то задуматься. Вот когда человек голодный, ему нечем заплатить за коммуналку, точно ли у него стоит вопрос о новом Айпоне или Феррари? И точно ли те санкции, которые вводятся против России, смогут нанести серьезный урон без урона для Украины и всего мира? И точно ли это не делается исключительно ради того, чтобы одна великая...